Всем привет! А сегодня у нас самый, пожалуй, интересный ролик. Мы расскажем о том, как непосредственно укладывать плиту, с чего начать, какой промежуточный этап и финальные действия. В прошлом ролике мы рассказали, как провести подготовительные работы участка перед укладкой плиты. Итак, у нас бордюры и основание готовы. Приступаем к дальнейшей работе. Выравниваем отсев при помощи провила. Проверяем на горизонтальность уровня. После выравнивания начинаем выкладку плитки. Что для этого потребуется? Тачка, киянка с резиновым оголовком, перчатки, рулетка, шнурка, провила и уровень. Первым делом размечаем шнуркой направление основных швов. Начинаем выкладку с главных элементов участка. Входы и выходы к объектам, чтобы в этих местах было минимум подрезанных элементов. Выкладку ведем с одного угла, чтобы не потерять прямолинейность при укладке. Швы должны быть прямые. Пользуемся шнуркой. Плитку в соответствии с рисунком мощения укладывают на подстилающий слой и слегка подбивают его по двум направлениям – вертикальному и горизонтальному – резиновой киянкой. Сначала укладываются все цветные плитки, а потом вымеряются, подрезаются и укладываются доборные. Смотрите про способы нарезки плиты в нашем ролике. Лайфхак. Чтобы снизить количество подрезаемой плитки, а соответственно количество перерасхода, то лучше проектировать участок с прямыми поворотами, то есть 90 градусов. И при этом ширину дорожек делать кратно ряду из плитки. Регулярно, примерно каждые 2 метра дорожек, нужно проверять получившееся покрытие на соответствие уровня уклона. Еще одно правило при укладке тротуарной плиты – метод пяти поддонов. Зачем он нужен? Первое. Плитка, производимая в разных партиях, может отличаться оттенками, и это не является браком. Поэтому, чтобы было равномерное распределение цвета по всей поверхности, а не цветовыми пятнами, мы рекомендуем следующий метод. Перед укладкой идет подготовка рабочего места. Относится плитка к месту укладки. Плитка должна быть выбрана из разных поддонов. Необходимо брать некоторое количество плиты с одного поддона, потом со второго, третьего и приносить к месту укладки. И уже там по очереди в хаочичном порядке выкладывать. Чтобы на дорожках не заставилась вода, также нужно предусмотреть систему отвода. В нашем случае применена наружная ливневка. Ее элементы монтируются в бетон так же, как и бордюры с предварительной подготовкой песка и щебня. Финальным этапом после укладки всей плитки является прометание швов. Швы между плиткой нельзя заполнять негашенным пескоцементом или песком с большим количеством глиняных частиц. Иначе после дождя плитка станет серой или рыжей. Швы прометаются песком с минимальным количеством глиняных частиц. Это может быть песок, намывной или речной. Он, как правило, серого цвета. Прометание делаем несколько раз с помощью щетки и шланга с водой, чтобы песок осел в швах и расклинил плиту. Шов между плитками заполняется не до конца. Остается примерно 1-2 сантиметра от поверхности, чтобы при дожде мокрая вода и грязь не оставалась на плите. Мы рекомендуем специалистов, которые выполняют укладку плитки с соблюдением всех норм и технологий. Список таких компаний вы можете найти на нашем сайте, ссылка в описании под видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно ответим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч!